Всем огромнейший привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Наташа. И в этом видео речь пойдет о моих покупках из каталога компании Фаберлик. И первое, что я вам хочу показать, это новинки, которые вышли от Марии Вэй. В моем заказике две вот такие губные помады. Они одного цвета, это для меня и для моей подруги. Цвет у меня нанесен на губах. Ну и давайте посмотрим, что это за помада. Это у нас жидкая матовая помада с металлическим эффектом. Небольшой объемчик, она такая кремовая. Здесь аппликатор. И у нее такой очень приятный, приятный розовый цвет. Ее номер 41017. И у нее металлический эффект. Вы знаете, она наносится, как такая помада-крем. Потом она высыхает и она становится какой-то стойкой. У нее матовость и металлический эффект. Но за счет этого металлического эффекта она не смотрится совсем матовой. Она все равно какое-то у нее отражение вот этого цвета металлика. И все равно смотрится издалека, что она все равно поблескивает. Но вы знаете, я ей довольна. Она у меня не ощущается на губах. Она нравится, как она держится. И я ее протестировала еще даже вчера. И она на губах прям очень долго держится, никуда не девается. Не съезжает ни в какие-то, ни в трещинки, ни во что. Ну, то есть я довольна вот этой помадой. Вы знаете, еще в этой серии появился вот такой вот скраб для губ. Он выдвигается. И здесь довольно-таки его много. Пахнет он довольно-таки приятно. Он такой прозрачный, с перламутром. И такой вот как бальзам для губ. Получается, что... Ну, на руке, по крайней мере, я не ощущаю никакого отшелушивания. Я думаю, что не зря этот скраб вышел как новинка. И появилась вот эта губная помада. Потому что, чтобы губы были ровными, чтобы матовая помада смотрелась и хорошо, нужно, конечно, чтобы на губах не было никаких ни шелушинок, ни трещинок, ничего. Вот этот вот скрабчик, он будет, я думаю, что очень хорошо работать. Пахнет он. Да, есть такой у него аромат. Вот сейчас на руке у меня появился он. Но частичек никаких я на ощупь не ощущаю. Здесь объем довольно-таки большой. И я думаю, что его прям очень надолго хватит. Вот такой вот бальзамом скраб. Ну, написано скраб, но, знаете, он на основе какого-то вот такой консистенции, что она все-таки как бальзам. Следующая новинка, которая мне вот понравилась, и она меня заинтересовала, это в серии Secret Story вышел новый оттенок карандаша для глаз. Я купила синий, вот такой оттенок, он выкручивающийся, можно его выкрутить как вперед, так и закрутить назад. Это очень удобно. И я купила в синем цвете. Здесь заявлено, что есть какие-то блесточки, еле-еле видные блесточки, такой синий-черный оттенок. Но карандаши из серии Secret Story я брала для губ. В этот раз вот попробую для глаз. Думаю, что будет он хорошо носиться. И при покупке этого карандаша приходит в подарок пробник новой туалетной воды. Давайте я вам покажу, как она выглядит. Это парфюмированная вода, Бомонт, женская. Это какая-то новинка, получается, в каталоге. Вот такая вот интересная водичка. И давайте её протестируем. Это тоже очень интересно. Здесь написано, что это фруктово-древесный аромат с мягкими пряными нотами. Я люблю тестировать разные ароматы, потом уже выбирать и решать, нужна ли это водичка или нет. Но, знаете, приятный такой аромат довольно-таки. Аристократическое звучание этот аромат, написанное, вызывает безупречно-древесный амбровый шлейф, подчёркивает принадлежность к высшему обществу. Ну, приятный аромат такой. Я бы даже сказала, что он классический и он взрослый. Да, древесные ноты прям реально здесь ощущаются. Я думаю, что они даже будут, когда он согреется и немножечко выветрится, раскроется, они даже будут очень сильно преобладать. В общем-то, нужно тестировать. Купила для себя в первый раз вот таких вот два шампуня, сухого шампуня. Потому что было очень выгодное предложение, акция, что при покупке двух цена уже будет дешевле. Первый раз покупаю сухой шампунь от Фаберлик. Я обычно покупала сухие шампуни других марок, вот, в последнее время Арифлеймовские. Они мне очень нравились, но что-то они в последнее время как-то по цене не сильно так привлекательные. Я думаю, попробую сухой шампунь из Фаберлика. Что хочу сказать. Я его сегодня потестировала, прежде чем вам рассказывать о нём. Вы знаете, очень приятный аромат. Его нужно прям хорошо стрясти, вот прям вот так вот, чтобы вот те компоненты, которые там находятся, это как белая, так скажем, мука, они вот хорошо распределились с жидкостью. И когда вы уже наносите его, как бы разделяете, наносите на волосы, он брызгает какими-то такими белыми, не знаю, вкраплениями. И потом, получается, взбиваешь волосы, расчесываешь расческой, и всё это куда-то девается. Но первое моё впечатление очень положительное об этом шампуне, да, сухом шампуне. Буду дальше его тестировать, и потом уже вам о нём поподробнее расскажу, может быть, во влогах, в пустых баночках, которые выходят на моём канале очень часто видео, и поэтому там уже расскажу и поделюсь, как вообще он мне. Следующее, что я заказала, это новинка. Появилась новая линейка для лялик. Ну, мои дети уже большие, но всё равно вот этот вот дизайн, вот это вот всё, мне так заинтересовало, так хотелось ещё что-нибудь заказать, но не знаю, куда применять все средства. Ну, влажные салфетки всегда нужны, тем более неплохая цена на них. Здесь получается 15 штучек с экстрактом календулу, пантенолом, витамином Е. Ну, и давайте посмотрим, как они тут открываются. Открываются стандартно, как обычно. Приятный аромат, такой какой-то прям молочный, детский, как детки маленькие пахнут. Ах, чем-то таким приятненьким. Ну, в сумочке всегда, и дети у меня просят всегда влажные салфетки. Я думаю, что мы их потестируем, посмотрим, если они нам понравятся, мы будем их регулярно заказывать. Но я прям не удержалась от такого вот какого-то мимимишного дизайна, и вообще вот от всего такого прям, ах, клёвый. Я приобрела, давно смотрела на вот эти вот продукты. Вообще, я смотрю на эту историю, love story, так скажем, или как эту серию, любовную, так скажем, серию. И здесь есть в этой серии много продуктов. Зубные пасты, там гель-лубрикант, вот освежитель, полость рта, которую я приобрела, и интим-гель. Попробовала я его. Он, знаете, такой, распыляется неплохо. Ну, давайте ещё раз тест-драйвом устроим. Знаете, он такой, там прям какая-то мята, прям реальная мята. Не знаю, ну такой ядрёненький, как я бы сказала, что прям, наверное, освежать будет хорошо. Поэтому тоже было выгодное предложение при покупке двух. Можно было там рассмотреть какие-то другие продукты. Но я думаю, возьму для полости рта и положу в разные сумочки, чтобы он был вместе со мной. Ещё покажу вам вот такой вот наборчик, который заказала моя подруга. В прошлом каталоге мы охотились за этой серией, но это новинка была. И мы, в общем, я не могла их поймать, их не было на складе, они отсутствовали. Это у нас французский десерт, серия Бьюти Кафе, увлажняющий суфле для тела. Ну, как обычно, банка прозрачная, видно какие-то просветы в ней. То есть, продукта прям, прям битком не положено. Вот. Но крем-гель для душа. Давайте мы с вами понюхаем, протестируем. Очень на Ютубе много разных мнений. Кому нравится этот аромат, кому он вообще не нравится, кому он нейтральный, кому он приятный, кому какой. Вообще, это нежный, приятный аромат, слегка уловимый, кремообразная такая консистенция. Я думаю, что зимой хорошо такими консистенциями пользуются. С ароматов вот этих вот нашумевших десертов макарона. Я думаю, что он будет неплохой, такой лёгкий, ненавязчивый, хороший. Следующее, что я купила, это бритвенные станки. Одноразовые, с тремя лезвиями, для женского бритья. И смотрела на них, думаю, почему бы не взять, как бы их посмотреть. Цена неплохая. Здесь их три штуки. Знаете, прям по дизайну очень напоминают они станки от компании Ariflame. Только там розовые, а тут зелёные. Здесь есть полосочка. Так, как это снимается. Полосочка, да, вот эта вот с экстрактом алоэ, с добавлением алоэ. И три лезвия. В общем, будем тестировать. А так вообще полностью напоминает станок. Но цена неплохая. Попробую, если вы пользовались, напишите. Интересно. Следующее. Это из серии уже дом Фаберлик. Первый раз покупаю. Это у нас средство чистящее для ванной комнаты. Универсальное. Здесь написано, что он удаляет мыльный налёт, водный камень, мыльные разводы, ржавчину. Устраняет неприятный запах. Буду тестировать. Буду тестировать. Не пробовала. Но аромат такой ядрененький, я бы сказала. У меня душевая кабина. И постоянно там что-то, что-то да появляется. Это постоянное слабое место в душевой кабине. Попробую. Интересно. И потом уже сделаю, наверное, отдельное видео. Так как вы просите сделать отдельное видео. По бытовой химии от Фаберлик. Поэтому я его пока не делала. Потому что я не попробовала все средства, чтобы вам о них рассказывать. Вот. Надо всё попробовать. И тогда уже сделать такое видео. И в моём заказе есть два вот таких вот парфюма. Это парфюма по заказу, мы подруги. Здесь серия Романия Эйпл. Яблоком пахнет. Это те парфюмчики, которые можно наслаивать, смешать, комбинировать. Их уже 6, наверное, ароматов. В общем-то, такие лёгкие, ненавязчивые парфюмчики. Туалетная вода для женщин 30 мл. И вот такая вот водичка от Марии Вэй. Бон Кутюр. У меня есть пробник этой воды. Их сейчас уже 4 штуки разного цвета. Но мне розовые не особо нравятся. И меня даже цена, которая была вот в этом каталоге, не соблазнила на покупку. Но, не знаю, мне кажется, что для таких водичек серия молодёжная, 30 мл, всё-таки цена такая немножечко завышенная. Могли бы, так как это молодёжная серия, создать более выгодные цены, чтобы это всё-таки более располагало к покупке. Так, ну это вот весь мой такой небольшой заказ из каталога Фаберлик. Что-то ещё хотелось, но, опять же, чего-то не было на складе. И уже оттягивать и ждать ещё больше времени абсолютно не хотелось. И вот отправился и создался вот такой вот заказик. Поэтому, если вам понравилось моё видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, задавайте вопросы. А я вас обнимаю очень крепко, целую. И всем вам пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok